Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет, с вами священник Стахик Латвин. И, как обычно, по традиции мы с вами разберем один единственный стих из Священного Писания, стих знаменитый, стих многократно обыгранный в христианском сообществе и постхристианском. Который за счет этого порой даже теряет свой первоначальный евангельский смысл. Хорошо его переосмыслять, хорошо его продумывать, хорошо искать разное толкование. Господь призывает нас к этому, это правильная работа. Но не нужно забывать об истоках. Мы посмотрим его чаще всего как со стихами, какая проблема евангельская. Мы пробежали и не обратили внимания. А в этом случае на этот стих очень много людей, даже далеких от церкви, обращает внимание, но зачастую понимает его совсем не так. Поэтому мы вернем его в контекст и обсудим, какую же пользу он может принести для души каждого человека. Итак, откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочтем 22 стих. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Чаще всего ты как раз про это слышишь, когда какое-то преступление всплыло, когда какая-то гадость там появилась, когда истинное отношение человека, человек сбросил маски, то есть там он был весь из себя друг, когда у тебя успехи, достижения, а потом наоборот видно, что на самом деле никакой не друг пропал он. Или человек там держал-держал, лицемерно, с самого начала дурно относился, а потом раз и все там вот тоже высказал. Или даже в отношении себя как-то можно критически это воспринимать, что да, вот я беру, что-то дурное совершаю, но потом меня Господь постыдит, и стыдно перед окружающими людьми будет, да, вот как стыдно, как нехорошо. Однако, однако, помимо всего этого, мы должны понимать, что это говорится об отношениях, прежде всего, Бога и человека. В этом контексте, в отношении Бога и человека, нам тоже можно вот обсудить вот это тайное греховное составляющее. То есть, да, мы можем совершать грехи, или грехи даже не совершать, а думать, или, может, мы совершаем грехи, и тоже о них вообще никто не узнает. Ну, тайком. Вот ты согрешил, и никто никогда не узнал. Но на страшном суде все равно все станет известно. Все грехи будут испытаны. Да, другое дело, что, может, уже и люди-то, и окружающим будет не до этого, они о своих грехах будут думать. Но твои все равно прегрешения открываются, и, увы, тянут тебя в ад. И поэтому тоже это некоторый стимул, что тайное становится явным, что мы действуем, православные христиане, на опережение. Мы помним, что Христос за нас умер на кресте не зря, что Он готов Свою кровью наши грехи омыть. И поэтому мы идем ко Господу. Мы идем и каемся о своих грехах. Мы сами их делаем явными. Мы делаем явными грехи, не идем ими хвастаться. Не в смысле тайный грех, который тайком делали, теперь делаем открыто и этим хвастаемся. Нет. Мы просто помним, что суд Божий будет вершиться все равно над нашим грехом. И все равно он станет явным. И более того, Господь всеведущий, Господь и так знает уже нас грех. И мы просто идем на опережение. Пока Господь суд не вершил, наоборот, прийти к нему и попросить, попросить его милосердия, попросить его снисхождение, попросить его помощи. Мыкаемся в этом грехе, и тайное становится явным раньше. И более того, как раз вот затронув тему исповеди, мы подходим к тому, что тайное. Тайное — это прежде всего тайное благое. Господь, говорили же уже о помещении контекст, Господь этот стих говорит после стиха, в котором он призывает свечу ставить не под кувшинчик, не под кровать, а ставить ее на подсвечнике, чтобы она всем светила. И вот это свет евангельской проповеди, свет Христовой любви. Перед этим была причащитель, которая тоже нам говорила о проповеди Христа, проповеди и словом, и делом. И точно так же и здесь, конечно, тайное становится явным. Господь говорит прежде всего о своей проповеди, о благовестии, о добрых делах. Нет. Здесь речь вовсе не о том, что мы должны как-то хвалиться своими добрыми делами, правая рука пусть не знает, что делает левая. Не нужно нам вот этих показательных вещей. Речь о том, что у нас есть тайные отношения с Богом. Тайные тоже не в том плане, как еще еретики первых веков христианства, еще эпохи гонений, гностики, которые говорили, вот есть некоторое божественное откровение для всех, а есть для избранной, у нас есть какое-то тайное знание о Боге. И до сих пор различные секты, пользуясь приемами этих первых гностических еретиков, пользуются, чтобы людей, апеллировав к их гордости, к их интересу, переманить от церкви Христовой или там из каких-то, может, ложных религий, но на пути к истинному познанию Христа в православии, переманить за счет того, что обещает какое-то тайное знание. Нет, Господь, когда толкует притчу апостола, он все-таки говорит, что люди пока не готовы, но потом Господь их посылает сам на проповедь и говорит, идите, научите все, что я вам заповедал, все, что вам истолковал, все, что вам пояснил, теперь это общее достояние. Открывайте все это. Поэтому и вот эта тайна христианского благовестия, да, Бог явился во плоти, Бог пострадал, Бог воскрес, воскрес тоже явился только чуть более чем 500 братьев. Вот это становится явно, то есть это и о слове евангельском уже. Но и помимо этого можно эти слова, этого стиха отнести, вот это тайное, которое становится явным, и к таинствам церкви. Мы до конца не знаем, что происходит в момент исповеди. Мы не знаем, как обычная водопроводная водичка или водичка там в речке, в обычной текущей, где ребятишки купаются, и вот ее освещают, и вот там крестят, и она рождает душу для жизни вечной. Мы не сможем понять никогда механику, да, мы не можем понять, как таинство брака действует и объединяет души телеса православных христиан, которые собираются вместе следовать ко Христу. Мы не знаем, как таинство священства влияет на обычного грешного человека, что он, оставаясь грешным, может брать и все остальные таинства совершать. Ну и, конечно, да, как хлеб и вино. Вроде их можно исследовать под мискороскопом, что до, что после приложения Святым Духом одно и то же, но как же Господь соединяется с вот этим обычным материалом, вот просто с булочкой, просто с вином, которые могут быть и не очень, увы, качественные всегда, да, и вино может быть не очень качественное, а все равно это тело и кровь Христула становится. И даже если соединившись с этим, как это в нас приходит и как это действует, все это таинство, все это тайна. Это тайна, которая между нами и Богом. Мы идем и это не понимаем, но мы же чувствуем, как тоже ребенок, он не может объяснить, почему я люблю папу и маму, особенно малыш, но он это чувствует. И мы тоже очень часто что-то делаем тоже не рационально, потому что мы это чувствуем, мы это делаем по порыву, по любви. И точно так же и мы, вот стремясь с Господом соединяться в таинствах церкви, мы тоже опираемся на этот стих. И когда мы не заканчиваем, не то что пришли, покрестились, а потом в следующий раз занесли с нами гроб через 80 лет, дай Бог, не раньше, и отпили, и все, нету человека в храме. И как вот сейчас, увы, тоже люди так относятся к своему детям наплевательски. И покрестили, и унесли, и больше не приносят, больше не приводят, и человек остается у меня до Христа. Нет, а то, что человек продолжает общаться с Богом в таинствах, но открывает он для себя, как же эти таинства действуют? Только уже когда он соединяется с Богом. В Царстве Небесном мы все поймем, что с какими таинствами происходит. Тут идет повторение, по сути, таких синонимичных вещей. Сначала тайное, что делается явным, а потом ничего не бывает потаенного, что вышло наружу. Почему об этом говорится? Потому что тайное — это, можно сказать, то, что естественным образом тайное. А потаенное — это то, что кто-то потаил, то, что тот кто-то попытался сделать тайным. И точно так же, как человек берет и утаивает часть своего благовестия, которое дал ему Господь, вот в какой-то еретической секте, организации, то тоже это, если человек ищет Христа, то ему никто не станет на пути. Если даже священник православный, канонический, но своей жизнью он Христа не проповедует, у него грехи и недостатки, то человек истинно верит, то даже скрытый за образом недостойного священника, Христос для него не останется тайной, потому что Христос, он шире, он больше, он так светит, что ни один грешный священник или епископ не в силах заслонить от человека. От человека то, что должно выйти наружу, вот эту любовь Христову к человеку. Поэтому тоже, даже если мы не находим, как человек говорит, я пришел в церковь, я не нашел ответ, я не пришел в церковь, наоборот, у меня еще больше вопросов появилось. И, например, я пришел в церковь, а там наоборот, и у меня вопросы появились не потому, что я так духовно возрос, а потому что вокруг люди несовершенны, ничего страшного, все это выйдет наружу. И самое главное, выйдет наружу сам Христос, который как отец встречает блудного сына, не ждет у себя, он выходит наружу и нас встречает. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, чтобы никакой не было препятствий рядом с нами, все равно мы знаем, Господь, да, все нам откроет. Он говорит, да, что в Священном Писании мы слышим вот этот голос, да, что не может человек своим языком рассказать о том, что уготовил Господь праведниками у него. Но, тем не менее, мы знаем, вот и эта тайна, тайна райского блаженства, вечной жизни вместе со Христом, она тоже станет явной, но для этого надо наследовать Царствие Небесное. Продолжение следует...